Скажи что-то молодым предпринимателям от себя, вспоминая нашу цель этой программы. Я немножко переформулирую, потому что, с одной стороны, поднятие престижа предпринимательской активности, предпринимательской профессии, это очень важно. Но, с другой стороны, это передача в том числе для тех, кто может посмотреть и отказаться от идей, и не сделать ошибку. Потому что очень важно понять внутри себя, кто я. Я вот, например, разделяю очень чётко. Вот есть потрясающие специалисты, которые никогда не станут управленцами. И не надо им страдать от того, что они не идут на повышение. Они должны развиваться горизонтально. Это очень важно. Я хороший оператор, я хороший переводчик, я хороший юрист. Но хороший юрист не всегда станет прекрасным предпринимателем и владителем медической компании. С другой стороны, хороший управленец не всегда готов стать предпринимателем. Другие риски. Он хочет ночью спать, он хочет управлять другим, чужим, предположим, ресурсом. А хороший предприниматель, на самом-то деле, он, если у него есть эта чуйка, есть моторчик, он не сможет себя сдержать сам. И поэтому я хочу, чтобы люди смотрели и идентифицировали себя, понимали свои сильные и слабые стороны. И если же вдруг у них есть замах на предпринимательство, чтобы они-то действительно не боялись рисковать. Понимаешь? А зачем? Зачем предпринимательство? Вообще предпринимательство, давай, вот чтобы уже доказать, почему это хорошо. И это последний вопрос. Хорошо, хорошо. Почему это хорошо? Да потому что это хорошо для того, кто это делает. Он по-другому не может. Это хорошо для тех, кто работает с ним, потому что мы мотивируем людей. Мы даем надежду. Я жду гимна предпринимательства. Ну правда, мы даем надежду. Мы показываем, что в принципе так можно. Мы более драйвовые, чем менеджеры в западных компаниях, которых привезли или научили. Потому что они управляют системой, но они немножко бездушные. Предприниматели всегда, мне кажется, очень пассионарные. Они всегда, как у нас программа называется, здесь и сейчас. Вот они всегда здесь и сейчас. Это очень важно. Это ощущение того, что все возможно. Потом мы даем рабочие места. Мы создаем рабочие места, которые, да, вот есть там Газпромы, есть всякие там, не знаю, крупные компании. Но мы это делаем руками, мы это делаем от сердца. Поэтому это очень важно. И если есть молодые ребята, которые могут и чувствуют все силы, конечно, нужно. Это большие нервы, это огромный стресс, это ответственность за сотни, там, десятки семей. Я так хотела, чтобы это прозвучало в концертах. Это очень тяжело. Но тот, кто может засилить, а дорогу осилит идущий. Поэтому. Ну что ж, мы заканчиваем год программе «Капиталисты». Поздравляем Марину Малыхину, которая... Это программа должны были внести гукет. А мы ее нарисовали уже. Вот он. Прошу показать крупным планом. Букет. Была у нас в гостях сегодня. В студии были мы, Дмитрий Казнин, Наталья Синдеева. Каждый понедельник в 22.10. Гимн предпринимательства программы «Капиталисты на дожде». Мы с вами прощаемся. Всего доброго. Капиталисты на дожде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова